Ранним утром грусть и тихая мелодия, и печаль и тишина заполнили пространство одного из старейших храмов столицы. Здесь, в церкви Александра Невского, пел при жизни Александр Тиханович. Он вообще был старостой этого прихода. На заупокойную литию собрались самые близкие. Все народному артисту. Супруга, дочь, внук. Соболезнование митрополита Филарета, почетного патриарша Экзарха, в Сия Беларуси сказано. Жизнь Александра Тихановича далека от глянца. Он поддерживал немощных и болящих. До последнего мало кто знал, как ему было плохо. Уже попав в больницу, отвечал звонившим на гастролях. Скоро вернусь. До 65 маэстро оставалось полгода. Славянский базар действительно совпадал с днем рождения Александра Григорьевича Тихановича. И я работаю над фестивалем 4 года. Я всегда имел честь лично его поздравлять с этим замечательным праздником 13 июля. Конечно же, мы сейчас скорбим. И многие-многие наши друзья, которые находятся в разных странах мира, которые звонят и пытаются передать свои соболезнования. Сегодня в столице была заверуха. Символично, словно сама природа скорбела вместе с тысячами поклонников. Очередь у национальной филармонии образовалась задолго до панихиды. Многие хотели, но не смогли найти сейчас букет вереска, по созвучию с легендарным ансамблем Верасы, с которого в 70-х началась уже звездная биография. Буячич, потом Тиханович и Поплавская. Они только аплодировали, они только мечтали потрогать руками, потому что они были очень родные для всех людей. Они пели те песни, которые людей сближали, возвышали. И они прожили вместе со страной все эпохи, они их соединили. Более четырёх часов под сводами концертного зала звучали хиты в исполнении Александра Тихановича и Двиги Поплавской. Эту музыку для всех они дарили 40 лет совместной жизни. Сегодня точно все цветы Беларуси, а также от российских коллег-певца Филиппа Киркорова и Игоря Крутого были для кумира разных поколений. Один из первых венков от президента. Сегодня как раз нам не хапая, не хапая Александра Тихановича, как человека, который за все-таки был вельми щирый у относенных его творчеств. И те, кого он выхвал в якости так само творчих людей, это наилепшая память объема. Я его просто помню ещё с детства, когда мы с папой вместе приходили к нему, там в студию ищут малину в купели вместе. Это личность и, к сожалению, иногда приходит время сказать, как минимум, до свидания. Сегодня, как и при жизни человека любви, так говорили о Тихановиче. На сцене и в зале были все равны. Несмотря на чины, звания, награды, соболезнования семье выдающегося музыканта, продюсера и педагога, белорусы оставляли специальные книги. В какой-то момент свободные страницы закончились. Ведь из песни слов не выбросишь. Тиханович – это один из немногих людей в шоу-бизнесе. Вот, потенциально светлых, солнечных, заверуха. Всё это звучит, 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 звучит. Как раз сейчас Дойт Тиханович Поплавская репетировал премьеру. Думали очередную. Эта песня должна была прозвучать в эфире ОНТ во время трансляции Лиры. Наш телеканал готовит церемонию вручения национальной музыкальной премии, которая теперь будет посвящена памяти народного артиста. 9 февраля во дворце республики. Всегда соглашался и как-то находил время, хотя у него график достаточно очень плотный, достроенный. Но мы с удовольствием с ним сотрудничали. И, конечно, очень жаль. К полудню очередь буквально замерла у бульвара Мулявина, что весьма символично. Они дружили и оба стали символами отечественной эстрады. Тысячи поклонников провожали в последний путь Александра Тихановича овациями и под шлягер-шлягеров в Малиновку. Упокоился народный артист Беларуси на восточном кладбище столицы. Светлая память. Это настолько об Александре Тихановиче, человеке огромного таланта и щедрой души. Александр Матяц, Юрий Лбовников. Наши новости.